Я хочу поздравить одного важного человека для всех нас, для меня лично, для всех нас, это дар Божий Анастасия Харитонова. У нее был день рождения. Говорил тебе в пижамени, приходи. Мода такая, да? На самом деле, у нас были с ней непростые времена, я помню, она такая львица, алтайская. Ворвалась сюда, в нашу церковь, а у нас уже церковь более-менее устроена. И она, помнишь этот момент, рассказывать им или не надо? Или слишком маленькие они, чтобы это знать? Как ты думаешь? И, короче, ну непростое у нас было время. Такое, она талантливая, я тем более. И такой конфликт, но он как бы незримый, его нету. Ну а в реальности, да, есть какое-то непонимание с моей стороны и с ее стороны. Но при этом мы как-то вот умудрились. Наверное, спасибо тебе прежде всего за мудрость женскую, да? И сегодня я вообще вот всего большого исхода без нее не представляю. Ну вот правда. Я недавно читал книгу, и там есть такой принцип. Говорит, вот в любой команде есть основной состав, есть скамейка запасных, да? И есть вообще, даже в основном составе, вот ключевые люди на каждой позиции, вот без которых команды нет. Я начал рисовать, нарисовал основной состав, потом нарисовал запасных. И потом начал думать, вот интересно, вот какие ключевые люди, вот убери этого человека, и исхода нет. Ну того исхода в том качестве, в котором он сейчас. Вот кто? И вот знаешь, ты там была. Поэтому оставайся там, хорошо? На, конверт тебе, подистина. Давайте мы помолимся, чтобы она еще сильнее раскрылась, чтобы еще сильнее двигалась, чтобы всегда приносила Божье присутствие. Чтобы комплиментов больше людям говорило. Люди, говорят, страдают иногда, что ты им комплименты не говоришь. Все мне вчера говорили. Говори, пожалуйста, им всем комплименты. Хорошо? Отцепай прям щедро. И тебе еще прибавится. Давайте мы помолимся и благословим. Отец, мы благодарим тебя за этот Божий дар. За это украшение нашего дома. За этого человека, который способен приносить Божье присутствие. За этого человека, который способен строить команду. Такая большая команда, такая большая ответственность. И ты даешь ей благодать. Это не женская способность лидировать настолько сильно. Но ты, Бог, помазываешь ее и активируешь в ней эту способность вести такое огромное количество людей. И мы просим, чтобы благодать не иссякала, она умножалась. Мы просим, Боже, чтобы ты помазал ее для следующего уровня и для следующего этапа. Чтобы ты открыл для нее новые двери. И однажды исход, он бы просто стал тесен. И ты бы вывел ее еще шире, на новые просторы, на новые горизонты. Потому что я знаю, что это дар для народов. Это дар для народов. И я прошу, Бог, чтобы ты ввел в это измерение славы, которое приготовлено во имя Отца и Сына и Святого Духа. А мы благословляем, будем радоваться, да, когда она будет там? Давайте, раз, два, три. Спасибо вам большое. Люблю вас.